Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Market, составлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции. В 9.00 по GMT будем анализировать статистику по индексу потребительских цен из еврозоны. В 12.30 по GMT статистика аналогична из Канады и в 17.30 по GMT состоится выступление представителя американского регулятора Рафаэля Бостича. Ранее уже мы делали акцент на его риторику, потому что он поддерживает идею смягчения американской монетарной политики. И кто знает, друзья, может быть в текущих условиях, когда доллар находится в свободном падении, еще один сигнал от чиновников РС о том, что смягчение монетарной политики неизбежно может стать дополнительным ускорением для доллара. И еще больше порадовать продавцов американской валюты, то есть нас с вами. Индекс доллара текущей котировки 101.80. Сегодня утром на азиатской сессии видели уже и минимальные отметки с января, точнее они были обновлены, и лоу составил 101.60. Это еще не предел. Мы раньше отмечали, что снижение по сути неизбежно, но причем я хочу со своей стороны отметить то, что даже если до выступления Паула в пятницу состоится какой-то коррекционный откат, он тоже будет абсолютно естественным явлением после тех распродаж, которые наблюдаются уже не первую торговую сессию. В рамках этой недели нас ждет два важных фундаментальных события по доллару. Это публикация протоколов последнего заседания американского регулятора. Это событие среды, где мы можем получить дополнительные уточнения по тому, что будет с американской монетарной политикой. Но хотя здесь можно даже усомниться в том, что будут ли эти конкретные какие-то тезисы дополнительные, учитывая то, что в эту пятницу на симпозиуме у Джексон Холли будет выступать Паул. И там уже точно ему придется прокомментировать планы Федрезерва по ключевой ставке и ее изменению в сентябре и в целом до конца года. Если Паул, друзья, даст сигнал, что ставки неизбежно будут снижаться, возможно, на каждом заседании в ближайшие даже не три месяца, а еще больше, потому что на рынке есть точка зрения, согласно которой ставку скорректируют до конца этого года на 75 байсных пунктов, и в первом полугодии 2025 года ставка будет снижена еще на 75 байсных пунктов. Если сигналы относительно смягчения экономической политики будут поданы рынку, то индекс доллара, я думаю, завершит эту неделю ниже текущих значений. В пользу распродаж доллара не только статистика, которая позволила нам сфокусироваться на идее неизбежного снижения ключевой процентной ставки, но и заявления чиновников Федрезерва. Опять же, из последних стоит отметить Дели, Кашкари и Гулсби, которые еще раз проанализируют статистику по инфляции за прошлый месяц, все-таки решили сделать заявление о том, что прогресс остается настолько очевидным, что откладывать решение по процентной ставке и ее снижению ну просто уже глупо. То есть чиновники признали то, что американский регулятор достиг значительных успехов в борьбе с инфляцией и Федрезерву удалось взять индекс потребительских цен под контроль. Но я думаю, что после таких сопроводительных, скажем так, заявлений, я даже не могу себе представить сценарий, при котором Паул может придерживаться другой риторики и снова найти причины, из-за которых с агрессивным смягчением американской монетарной политики, не нужно торопиться. Будем надеяться, не произойдет никаких сюрпризов. В конечном счете, по фундаментальному фону, мы получим то, что давно должно было уже произойти на рынке. Это конкретное железобетонное осуждение от Паула о том, что ставку нужно снизить. Золото 2 500, ну может быть какие-то минимальные отклонения за последние несколько минут случились, но в целом золото топчется на исторических максимумах. И еще раз, друзья, сейчас очень насыщенные дни, очень интересный фундаментальный фон, настроения могут быстро измениться. Мы уже хорошо заработали на золото, ориентируясь на то, что золото доберется до планки 2 500. Если вы не готовы рисковать, то лучше уже, конечно же, фиксироваться. Если вы все еще находитесь в длинных позициях, то, конечно же, вы и без меня понимаете, что на фоне того, что происходит с долларом, из-за ситуации на долговом рынке США с доходностью американских трежерис, из-за геополитических факторов и сантимента, которые по-прежнему указывают на то, что 70% трейдеров, то есть толпа, находится в продажах, золото может легко показать дополнительное импульсное движение вверх. То есть, в целом, куча факторов за то, чтобы золото продолжило расти. Европейская валюта против доллара мы обосновались уже вместе с покупателями на планке 1.10. Текущие котировки уже существенно выше, и мы в одном маленьком шаге от того, чтобы протестировать уровень 1.11. Это еще не предел. Я уверен, что будет и эта планка пройдена. Дальше цель 1.12, и потом, скорее всего, друзья, можно будет смотреть на уровень 1.15. Евро точно будет смотреться интереснее и лучше доллара, потому что, если даже коснуться сценария того, что будет с монетарными политиками ИЦБ и Федерезерва, мы сможем увидеть, либо найти основания предпосылки, ожидать того, что действия по смягчению политики Федерезерва будут более активными, чем Европейского центрального банка. И, кстати, сегодня ждем отчет по инфляции в еврозоне. Ожидается, что в годовом выражении индекс потребительских цен вырастет до 2.6%, с 2.5 базовой инфляции останется на уровне 2.9%. Если будут примерно такие цифры, либо сюрпризы, скажем так, повышательного характера, что инфляционное давление может усилиться, то шансы на скорое смягчение европейской монетарной политики в сентябре начнут таять. И это может оказать дополнительную поддержку главному валютному риску. По фунту пока новостной фон без изменений, но мы тянем с прошлой недели. Очень сильный фундаментальный фон. Рост показателя ВВП в квартальном выражении составил на 0,3%. В годовом выражении британская экономика выросла на 0,6%. И это доказывает то, что она продолжает восстанавливаться после экономического спада и рецессии. Индекс потребительских цен растет, что является логичным продолжением роста роничных продаж. И это, опять же, меня убедило уже в том, что на заседании Банка Англии, оно состоится, по-моему, 19 сентября, Банк Англии не будет менять ключевую процентную ставку. И в лучшем случае следующее снижение процентной ставки произойдет в конце, в самом конце этого года. До этих пор пара фунт-доллар точно заберется выше уровня 1,30. Австралийцы против доллара 0,6720 текущей котировки. Буквально несколько часов назад вышли протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии. Все без изменений. Мы знаем то, что на прошлом заседании Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 4,35%. Это 12-летний максимум. Мы знаем, какой риторике придерживается руководство австралийского регулятора, что инфляция остается выше целевого ориентира и, скорее всего, вернется к цели только лишь в конце следующего года. Сильный рынок труда, рост зарплаты, рост деловой экономической активности являются триггерами сохранения высоких инфляционных рисков. Поэтому, еще раз, друзья, это важный посыл. Резервный банк Австралии придерживается точки зрения, что ставку снова нужно будет поднять. Не забывайте про это, потому что это конкурентное преимущество австралийского доллара, которое позволит ему остаться на плаву при любом развитии событий. Долг иена 147.12. Ждем движения валютной пары. В районе отметки 145 данные по ВВП со прошлой недели убедили многих в том, что банки по ним продолжат ужесточать национальную монетарную политику. Это действительно так, я в этом не сомневаюсь. Но думаю, что следующего повышения процентной ставки все равно придется подождать до конца года. Вряд ли это произойдет в сентябре. Но на этой неделе будет общенациональный индекс потребительских цен, важнейший релиз. Мы ожидаем эту статистику в четверг. И в том случае, если инфляция снова окажется на новых локальных максимумах, тогда аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики и повышения процентной ставки в Японии будут только лишь расти и усиливаться. Поэтому в целом путь вниз для данного дуэта активов, то есть для пары доллар-иена, открыт. И рынок нефти, долгожданный обвал, 77 долларов за баррель текущей котировки, ждем 75 и ниже. Много говорил про Китай, это, пожалуй, главный якорь сейчас для рынка нефти. Очень интересные прогнозы от Международного этического агентства. То, что спрос на нефть в этом году вырастет на 1 миллион, это существенно ниже, чем прошлая оценка, позапрошлая оценка Международного этического агентства. Причем предложение по версии аналитиков Международного этического агентства также сейчас выросло с начала этого года на 1 миллион баррелей, несмотря на действующие вроде бы как ограничения по сокращению добычи со стороны страны ОПЕК+. И эти же страны ОПЕК+, отдельно взятые страны, Ирак, Казахстан, Россия, существенно нарушают текущие квоты. И интересное наблюдение, что уровень добычи в Ираке и Казахстане сейчас находится на тех уровнях, на которых должен был быть в сентябре 2025 года путем последовательного сокращения вот этих обязательств по снижению добычи. Сейчас нарушения настолько вопиющие, что в целом мы можем даже в каком-то формате и частично закрыть глаза на то, что действуют какие-то соглашения по снижению производства. Россия также сейчас добывает нефть столько, сколько должна была добывать к апрелю-марту 2025 года. В общем, есть риск того, что нефти окажется больше, чем нужно, если особенно Китай не выкарабкается. Поэтому по нефтяному рынку я пока, друзья, только за идеи дальнейшего снижения. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.